Итак, следующий спикер – Альберт Бахана. Он является лидером конфедерации крестьян Демократической Республики Конго. Третий наш спикер – это Олена Бородина, профессор сельского хозяйства, которая представляет Департамент экономии и трансформации сельскохозяйственных, отвечает в Украине за вопросы развития сельского хозяйства на национальном уровне. И четвертый спикер – это Морган Али, это координатор Лавиа Компессина, представитель мелких фермеров. И он будет говорить о различных проблемах, которые мелкие сельскохозяйственники могут решать на локальных местных рынках. Он также является активным членом различных союзов и объединений сельскохозяйственников. Я передаю сейчас слово Фауда Абу Саифу из Палестина. Пожалуйста, помните о том, что в вашем распоряжении 10 минут на презентацию. Зиналь, спасибо большое, всех благодарю. Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем нашим участникам. Мне очень приятно представлять мою презентацию о очень интересной теме, которая касается вопросов решения предоставления продуктов питания в период войны, в период военных конфликтов. Меня зовут Фауд Абу Саиф, я из Палестины, и я работаю и взаимодействую с союзом сельскохозяйственников Палестины. Мы также поддерживаем информационные, не только потребители продуктов питания, а также наших крестьян в нашей стране. Мы также все делаем возможное, я вам представлю более подробную информацию о том, что мы делаем для того, чтобы решить вот эту проблему, которая стала критической в период возникновения войны. Мы будем также говорить непосредственно о тех проблемах, с которыми мы столкнулись во время вот этого, как регионы, во время военных действий Украины и России. Вы знаете, что у нас также наша территория испещрена военными действиями уже на протяжении нескольких десятилетий. Мы переживаем военные события, это военные события в Иране, простите, в Ираке. И мы можем сказать, что за последние 10 лет полностью наш географический регион изменился. За последние несколько лет мы видим абсолютное отсутствие и нарастающее отсутствие доступа людей к воде в Йемене, в Сирии, в Ираке, например, в Ливии, Ливане и так далее. Мы наблюдаем, что географическая и геополитическая ситуация крайне нестабильная, соответственно, граждане не имеют постоянного стабильного доступа к продуктам питания, а также к водным ресурсам. И если мы говорим о войнах, то важно отличать войны от различных других кризисных ситуаций, которые предотвращают доступ людей к продуктам питания и другим ресурсам необходимым. Потому что, конечно же, когда мы говорим о войне, то мы знаем, что война рано или поздно закончится. Да, войны могут быть достаточно длинными, достаточно долгосрочными. Но, как вы знаете, в Палестине мы переживаем более десятки лет оккупации, и на нас оказывается серьезное влияние, на нас, как на производственников, оказывается серьезное влияние для того, чтобы мы имели возможность своевременно подставлять продукты питания нашим гражданам. Но есть и другие факторы, которые оказывают влияние на производителей продуктов питания, особенно что касается их производительных мощностей и объемов. Вы знаете, планы также меняются. У нас есть ряд факторов, к которым мы постоянно обращаем внимание. На протяжении уже 20-30 лет мы поставляем, мы видим огромное влияние, которое оказывает климатические изменения. И, соответственно, мы видим смещение сезонов, погодных сезонов. Мы видим, что у нас не имеется достаточное количество ресурсов, пищевых ресурсов для того, чтобы покрыть все наши потребности. С 2011 года, как вы знаете, имеется огромная проблема в Сирии. С 2011 года в Сирии отсутствует автономность продуктов питания, особенно это касается пшеницы. Вы знаете, для нас, в нашем регионе пшеница крайне важна. Это наш хлеб. Мы не можем питаться в отсутствие пшеницы. В 2011 году в Сирии с наступлением войны первое, на что мы обратили внимание, это на то, что наши фермеры не имели возможность получить доступ к своим земельным наделам, потому что эти земельные наделы были вовлечены в военные действия. Что касается 2010 и 2015 года, в Сирии около 50% культивированных земель были утеряны. И вы знаете, что на самом деле у нас нет никакого тотального плана, плана Б, для того, чтобы решить вот такие столкновения, серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вы знаете, что также это связано с действующим политическим режимом. Мы потеряли, в принципе, источники питания. Миллионы людей чувствуют на себе вот эти последствия, и они чувствуют тотальное отсутствие пищевой безопасности, пищевой стабильности. Сейчас мы также возвращаемся к войне в Украине. Вы знаете, что около 50% земельных наделов были вовлечены в военные действия. Соответственно, на 50% сократились поставки пшеницы и зерна из Украины. Это также ощутимо на всех других государствах, которые зависели от Украины с точки зрения зерновых ресурсов. Тот же Египет. Мы видим также, что цены на продукты очень сильно возросли. И это ведь также является показателем того, что многие люди находятся за чертой бедности теперь. Они не могут позволить себе приобрести самые необходимые товары. В Ливане то же самое. На 400% выросли цены на зерновые, на продукты сельского хозяйства. Это тоже кризис. Опять-таки, почему это произошло? Вы знаете, что в Ливане были волнения внутриполитические, географическая, геополитическая ситуация была непростая. И все больше и больше фермеров не имеют возможность получить постоянный доступ к своим земельным наделам. Плюс еще один фактор – это ковид. Это очень хороший пример того, как мы можем как бы обеспечивать продукты питания в период военных действий. Коронавирус, наверное, стал еще более сильнейшим фактором, оказавшим на нас влияние, за исключением войны, так сказать. Вы можете видеть, что около 7 миллионов людей в регионе поняли изо дня в день, что они не имеют возможности получить достаточное количество продуктов, питаться необходимым образом. У нас не было достаточного времени для того, чтобы создать какие-то складские помещения долгосрочные, для того, чтобы обеспечить наших граждан, сограждан продуктами питания. И, конечно же, это все каким образом, что это подчеркивает? Это подчеркивает тот факт, что наши географические, геополитические, политические системы были неподготовлены. И это еще один пример того, как люди зависают вот в этих критических ситуациях, не имея доступа и возможности к спокойной жизни. И, опять же, мы с этими ситуациями разбираемся по-разному в зависимости от региона. И можно привести разные примеры здесь. У нас три кризиса, которые происходят одновременно. Это изменение климата, пандемия и кризис продовольствия. У нас в некоторых странах нашего региона многие страдают от голода. И статистика от ФАО и других организаций показывает, что более миллиарда людей в настоящий момент страдает от голода по всему миру. Каким образом мы можем подготовиться к будущему? Что нам необходимо сделать? Потому что я надеюсь, что мы не будем продолжать жить таким образом в нашем мире, потому что это невозможная ситуация уже сейчас. И я считаю, что в настоящий момент в нашем регионе продолжается эпидемия коронавируса и война. И это огромным образом влияет на мелких фермеров, мелкотоварных производителей. Таким образом, какие здесь могут быть решения? Нам необходимо помочь фермерам, предоставить им доступ к ресурсам во время войны, во время других кризисов. Крупные компании могут легко восполнить свои потери. И даже правительства не всегда могут продолжать работу в этих сложных обстоятельствах. Многие организации не могут пережить эти кризисы. Единственное, кто переживает эти кризисы, это мелкие фермеры, потому что они продолжают добывать, они продолжают производить еду, продовольствие на своих фермах и культивировать посевы на своих площадях в один, два, три гектара. И именно таким образом, после начала карантинов, многие фермеры начали производить собственное продовольствие, собственные продукты питания. И нельзя сказать, что ситуация полностью нормализовалась, но во всяком случае, ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим периодом. И в настоящий момент войны, политические конфликты происходят по всему миру. И в настоящий момент у нас есть актуальный пример России и Украины, что оказывает значительное влияние на цены. Цены значительно повысились. И иногда на 20-50%. И в некоторых регионах даже недоступка к энергии. Поэтому именно инвестиции в мелкотоварные фермерские хозяйства, поддержка мелких фермеров и активизация концепции продовольственной независимости и является тем решением, которое поможет нам преодолеть все крупные кризисы, которые происходят по всему миру. Спасибо. Фуат, извините, у вас истекло время. Да, я хотел бы сказать последнее. Опять же, мы не говорим здесь о проблеме распределения. Это проблема доступа к ресурсам и к продовольствию. Судан, например. Все знают о Судане. Там более 50% площадей, которые можно использовать в качестве для сельскохозяйственного назначения. Но из-за войны, из-за гражданской войны, из-за конфликтов у них нет доступа к этой земле. И именно поэтому здесь эта проблема не связана с распределением. Это война. В ситуации войны нам необходимо разработать новые модели, в рамках которых люди могут использовать землю, иметь к ней доступ. Спасибо большое, Фуат, за вашу презентацию и также за презентацию. Я помню, что я читал отчет о продовольственной безопасности по всему миру. И существует пять проблем. Это производство, голод, неравенство, а также войны, экономический спад и высокие цены на продовольствие. Именно поэтому многие не имеют доступа к достаточному питанию. В ситуации войны существует проблема с правом на аграрные ресурсы. А теперь мы перейдем к следующему выступающему. Это Альберт Бахана из конфедерации крестьян Конго. И он поделится с нами о точке зрения крестьян в Конго и политических конфликтах в Конго. Пожалуйста, Альберт, я приглашаю вас включить микрофон. Альберт, пожалуйста. Альберт у нас отсутствует. Хорошо. В таком случае мы подождем Альберта. И пока мы ожидаем Альберта, я перейду к следующему выступающему. Это Алена Бородина, которая поделится с нами ситуацией. Альберт, извините, пожалуйста. Алена, я передаю вам слово, и у вас 10 минут. Спасибо большое. Я буду, я выключу видеокамеру для того, чтобы... Я выключу видеокамеру. Наша сегодняшняя сессия касается поставок продовольствия во время войны и кризисов. Кризисных ситуаций. И это название очень актуально на сегодня. Потому что... Данный заголовок, данная тема очень важна для сегодняшней ситуации. На сегодняшний день война напоминает всему миру. Агрессия в России против Украины напомнила нам всем о том, что реальный доступ к продуктам питания, к продовольствию должен рассматриваться в качестве основного фундаментального права всех людей. И право на достаточное питание является одним из основных прав для всех людей. На сегодняшний день у нас есть различные сельскохозяйственные системы и понимание того, что продовольствие является продуктом, это товар. Но в контексте на сегодняшний день считается, что продовольствие является товаром. Но это на самом деле не так. И в то время, когда у нас отказываются... Висковидии впливают на наявность продукта. У нас не дает... Не существует право на достаточное питание. Это, конечно же, влияет на качество жизни людей. Здесь мы говорим о сбоях в поставках продуктов питания, сбоях в производстве продуктов питания. В результате военных действий на территории Украины, что полностью разрушило циклы производства и поставок. Как указывает Организация Объединенных Наций, все такие сбои, вызванные военными действиями, в странах, где есть мелкотоварные фермерские хозяйства, оказывают больше влияния на страны, где существуют мелкотоварные фермерские хозяйства, и меньшее влияние на страны, где таких хозяйств не существует. В настоящий момент несколько миллионов людей по всему миру им требуются дополнительные поставки продовольствия. Только в Украине, в связи с установленной международной продовольственной системой, которая была установлена в Украине, около 11 миллионов людей в Украине живут без стабильного постоянного доступа к продуктам питания. С момента начала вторжения России в Украину это заставило многих людей бежать, становиться внутренними переселенцами или бежать за пределы страны. Я хотел бы напомнить, что 8 миллионов людей являются внутренними переселенцами. Это люди, которые переселились внутри Украины. Согласно ООН, около 18 миллионов людей в Украине нуждаются в решениях в области поставки продуктов питания. И эти решения являются жизненно важными. Российская Федерация использует голод в качестве средства для ведения войны. И это очень наглый подход. Организация Объединенных Наций в этом году указала, что 20 стран по всему миру живут в катастрофической ситуации, связанной с отсутствием продовольственной безопасности. В Украине право на поставку продуктов продовольствия местным людям и является, местным жителям является очень острой и свидетельствует о том, что Российская Федерация полностью разрушила все наши системы, системы распределения, равно как и наши земли. Около 30% украинской территории, украинских земель были разрушены, им был нанесен различный ущерб военными действиями. У нас до сих пор еще сохраняется урожай на некоторых из наших полях. Тем не менее, этот урожай подвержен достаточно сильным пожарам и инфраструктура, которая связана с распределением и поставками продуктов питания, полностью разрушена. И все это естественно представляет собой огромную проблему для нас. Более того, цены на продукты питания чрезвычайно высоки. Домашние хозяйства, фермерские домашние хозяйства, которые ранее работали внутри страны, теперь должны переместить свои производственные мощности. И эта проблема становится все более более острой с каждым днем. К тому же, в этом году и в 2022 году около 46% корпоративных систем, корпоративных систем поставок продуктов питания испытало на себя огромное влияние ситуации войны. И мы не можем сказать, что в ближайшее время местные рынки в Украине или на них будет поступать достаточно количество продовольствия. Я не думаю, что это возможно в настоящий момент. Я хотел бы напомнить, что Международный Комитет по правам человека запрещает использовать голод в качестве инструмента влияния на жизнь людей. Это разрушает разрушение нашей продовольственной системы, наших плодоносных полей. То есть, важно понять, что Российская Федерация использует голод как политическое оружие. Именно поэтому мы хотели бы заявить, подать заявление в Международный суд против Российской Федерации, против России, которая использует голод в качестве политического оружия. Тем не менее, ни одна из других стран агрессоров, которые ведут различные военные действия, не может сравниться с Российской Федерацией по степени агрессии. Именно поэтому мы предлагаем организовать систему, которая позволит нам осветить еще больше ситуацию, которая происходит в настоящий момент, и позволить подавать судебные иски в различные международные организации, международные правовые организации за то, чтобы привести к ответственности виновных за происходящее. Мы хотели бы, чтобы в ближайшем будущем созвать конференцию в Женеве, организовать конференцию с членами из Женевы для того, чтобы повысить осведомленность о том, что голод используется в агрессивной и масштабы использования этого оружия очень широким. Тем не менее, нам также удалось, надеемся, что нам удастся вынести несколько уроков из этой ситуации российской агрессии. Украинские фермерские хозяйства очень гибкие, даже в особенности в ситуации военных действий. Малые фермерские домохозяйства оказывают возможности и свои способности выживать во время ведущихся военных действий, в то же время предоставляя продукты питания не только на местном уровне, местным сообществам, но также и тем, кто является внутренними переселенцами. продовольством всех, кто потребует. Также эти мелкотоварные семейные фермерские хозяйства предоставляют поддержку нашей армии в качестве продуктов питания. И самое важное в настоящий момент в период введения войны это предоставление здоровой и хорошей пищи нашим жителям. У вас истекает время, Аляна. Опыт Украины показывает, что мелкие фермеры должны уделять больше внимания, им следует уделять больше внимания, и это применимо не только к Украине, но и наша сельскохозяйственная система построена таким образом, она была построена еще до войны, таким образом, чтобы она ориентирована на экспорт, то есть мы экспортируем больше нашего производства. И наша система функционирует таким образом, что она направлена на то, чтобы продавать наши продукты питания, а не сохранять их, не накапливать их внутри нашей страны. А теперь таким образом мы хотели бы призвать всех участников и у членов Левея Компесина упадать кредитов. Мы хотели бы призвать их к пониманию, что мелкие фермеры являются очень гибкими, очень способными к адаптации, и мы хотели бы продолжать их поддерживать. Спасибо большое, Лена, за освещение этой ситуации. И с одной стороны вы осветили проблему продовольствия, потому что в реальности у нас используется голод в качестве оружия, но с другой стороны мелкие фермерские хозяйства могут предоставлять, обеспечивать продуктами питания армию. То есть это очень хорошая освещение реальной ситуации и очень хорошая ситуация для мелких фермерских хозяйств. А теперь я хотел бы перейти к выступлению Альберта. Альберта, я видел, что вы появились в зуме. Альберта, у вас есть 10 минут, пожалуйста. Спасибо большое за предоставленное мне слово. Я боюсь, что вы не будете, не услышите меня, если я ставлю видео включенным. Я из конфедерации крестьян Конго и я работаю в Лаве Камбесина. Я вкратце расскажу вам о ситуации и кризисе продовольствия в ситуации войны в моей стране. В первую очередь я хотела представить вам контекст. У нас несколько конфликтов. конфликтов уже на протяжении двух десятков лет. С 2016 года на юго-востоке страны, где можно видеть наибольшее влияние этих конфликтов. Там происходит огромное переселение сельского населения, которые раньше занимались сельским хозяйством. Фермеры в Конго едят только то, что производят сами. Но у нас 5 миллионов фермеров, которые являются внутренне перемещенными лицами в этой части страны, они больше не могут заниматься производством. И это происходит уже не первый год, и ситуация все больше ухудшается. Согласно исследованию, около 13 миллионов человек в Конго живут в ситуации чрезвычайной недостаточности продуктов питания. И ситуация обещает ухудшиться еще больше. Сельское население достаточно часто страдает от таких бедствий, но это не они единственное, что могут сделать люди, которые не хотят воевать, это убежать, потому что они боятся и они принимают решение бежать в города. И эти конфликты не всегда являются спонтанными. фермеры и крестьяне, которые живут в деревнях или те, которые бегут или те, которые остаются, они не могут больше заниматься производством продуктов питания в ситуации текущего конфликта. Что касается производства продуктов питания в Демократической Республики Конго, то это производство достаточно слабое, потому что на него оказали огромное влияние постоянные войны и изменение климата. Но с 1998 года производство упало еще сильнее после возникновения конфликтов с ситуацией на востоке и юге нашей страны. и это продолжается по сегодняшний день. Почему же у нас настолько плохое производство в Конго? Да, оно действительно очень слабое из-за двух основных проблем. И мы знаем, что мы можем решить проблему голода и бедности. у нас есть участки страны, в которых люди могут заниматься производством, но они не знают, что делать с произведенными продуктами, потому что у них нет доступа к природным ресурсам. у нас нет удобрений, хороших удобрений, и также существует проблема с миграцией. И это те самые факторы, которые влияют на производство продуктов питания. но есть и другие регионы, которые негативно влияют на развитие производства в Конго. В общем и целом сельскохозяйственный сектор Конго подвергается большим ограничениям, в том числе бюрократическим. И все это естественно ставит людей в очень невыгодное положение. еще одна слабая сторона сельскохозяйственного сектора в Конго связана с ее зависимостью от погоды. У нас погода меняется постоянно и погодные условия невозможно контролировать или как-то предугадывать. крестьяне демократической республики Конго составляют 70% населения в активном возрасте. мы производим 70 тысяч тонн рыбы каждый год. У нас много животноводства. То есть Конго на самом деле может накормить около 2 миллиарда людей в мире, если мы будем использовать наши ресурсы эффективно. страны на юге и востоке нашей страны на протяжении более 20 лет прекратило свое существование семейные фермерские хозяйства в связи с конфликтами, происходящими, захватившими этот регион страны. крестьяне не могут заниматься производством, потому что они знают, что их выгонят с их земли, их могут выгнать с их земли, и им необходима помощь для того, чтобы они могли выжить, но они не получают этой помощи. И последствия такой ситуации у нас в результате этой ситуации у нас очень много внутренних перемещенных лиц, населения, которые проживают в сельской местности и которые бегут в города. У нас недостаток, мы испытываем недостаток в общественных правах, экономических правах. Таким образом, вы видите такова ситуация сельским хозяйством в нашем стране. Спасибо. Спасибо, Альберт, за ваше представление ситуации в Демократической Республике Конго. Мы также поняли, с какими проблемами вы сталкиваетесь во время военных действий, вооруженных конфликтов и так далее, как вы решаете эти проблемы. И мы также поняли, что в результате этих конфликтов, этих негативных ситуаций у нас имеется огромное количество людей, которые мигрируют внутри страны. И это так или иначе оказывает влияние на производство на пищевую безопасность. Сейчас мы переходим к последнему нашему спикеру, это Морган, который сегодня будет говорить о том, как лавиа компезина решает вопросы про предоставление и обеспечение продуктов питания в период напряженных военных действий. Какие предложения могут быть представлены лавиа компезина для решения этих вопросов, для обеспечения равного права доступа людям в период этого кризиса. Спасибо большое, Дзайнал. Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем. Всем у нас действительно имеются серьезные связи между голодом, который вытекает очень часто из военных конфликтов. Конфликтов. нам обычно об этом не рассказывают. Это не те истории, которые часто западные страны не касаются. В 2022 году мы узнали, что южные государства будут сталкиваться с огромным пищевым кризисом. Почему? Потому что возникла война в Украине и она привела к проблемам на международных рынках. И действительно мы наблюдаем серьезные кризисные ситуации, которые наступают прямо сейчас. Они становятся еще более усугубленными ситуацией с 2020 года коронавирусом. 28 миллионов людей на данный момент по всей планете ощущают небезопасную пищевую. И с 2019 года это количество очень выросло. Люди, которые сталкиваются с серьезными пищевыми недостатками, с голодом, с 282 миллионов людей до 400 миллионов людей выросло за период последних двух-трех лет. И тем не менее эта ситуация ведь началась намного раньше тех военных действий, агрессии, которая проявилась в Украине. Мы говорим в принципе о сельскохозяйственном кризисе и о ценообразовании. Цены на предметы, на продукты питания и на сырье стали повышаться уже в 2021 году. И эти проблемы, эти цены были вызваны высоким уровнем спекуляции. Мы наблюдали, что имеется, мы поняли, что имеются тренды и соответственно такие участвующие компании, которые полностью манипулируют рынок. Поэтому продукты питания и цены на продукты питания полностью взорвались в прошлом году и они снизились тем не менее. Мы видим, что был создан этот искусственный пузырь, который появился в 2022, а сейчас мы видим в начале 2023 года, что цены на продукты питания стали схожими с основой политикой 2021 года. Мы видим также, что различные южные страны являются частью этой спекуляции, это те государства, в которых как раз спекуляция проявляется. Почему? Потому что это те государства, которые потеряли свою независимость в производстве продуктов питания. это те государства, которые не могут обеспечить продуктами питания своих граждан. И вы знаете, это не просто так все происходит. Это Международный военный фонд, это Международный валютный фонд и Международный банк, которые уже на протяжении нескольких лет вынуждают государства, требуют от государства переходить на экспорт, нежели на импорт и на налаживание автономности в сельскохозяйственного производства. Южные государства были, конечно же, задебетированы, то есть те государства, которые имели определенные задолженности по отношению к этим крупным игрокам, и они не имели возможности поддерживать больше своих представителей, своих производителей, например, производящих пальмовое масло, кокосовое масло, и так далее, поэтому это те государства, которые потеряли свою независимость. В то же время они стали полностью зависимыми от импорта, и мы видим, что это криминальное, это действительно злоупотребление, это ситуация злоупотребления такими правами, мы видим, что на международном рынке цены также скачут, многие государства не имеют возможности более закупать продукты, питание и сырье на международных рынках, более того, мы наблюдаем, что те государства, которые поддержали своих крестьян, своих мелких производителей, семейных производителей, они находятся в более независивой ситуации, почему, потому что у них есть определенные мощности для производства продуктов питания внутри страны и для обеспечения граждан продуктами питания, собственными продуктами питания, поэтому это говорит о том, что есть возможность поддерживать закупки и складское хранение продуктов внутри страны, то есть мы видим, насколько политики поддержки местных производителей, мелких производителей оказываются плодотворными, и что важно здесь, важно, что мы надеемся, что и сейчас 70% продуктов, которые потребляются людьми во всей планете, это как раз-таки те 70%, которые представляют собой мелких промышленников, мелких сельскохозяйственников, то есть видите ли, это не только одна единая война, которая привела нас к этой ситуации, нет, мы можем наблюдать, что тем не менее, если мы посмотрим на те страны, которые постоянно находятся на этапе нехватки продуктов питания, это те государства, у которых война гражданская внутренняя не заканчивается, это Афганистан, это Сомалия и так далее, и примеры, которые мы услышали сегодня, Конго, Украина, мы видим то же самое, то есть если наблюдается в государстве война, затяжная война, то, конечно, она приводит к более сложным принципам и более сложным механизмам поиска продуктов питания для наших граждан, на внутренних граждан. Почему так происходит? Почему? Потому что, вы понимаете, в рамках войны мелкие сельскохозяйственники не имеют возможности должным образом посещать свои земли, обрабатывать свои земли, нам говорила, например, Олена, также о том, что в Украине имеется огромная нехватка топлива, которое необходимо для тракторов и так далее. И, соответственно, сельскохозяйственники страдают. Но, тем не менее, есть ситуации, когда и сельскохозяйственники могут производить, продолжать свои продукты, производить и предоставлять свои продукты, но, тем не менее, они не находят рынка сбыта. У них нет возможности, например, достигать места городских рынков и так далее. Это, например, ситуация в Гаити у нас очень высокий уровень производства продуктов питания, но огромная часть продуктов просто теряется, загнивает, выбрасывается, потому что нет возможности передвижения местных сельскохозяйственников до крупных точек, крупных городов, где они бы могли продать и сбыть свой товар. Еще один важный момент – это инструменты укрепления доминирования доминирования разных корпораций над людьми. Зачастую мы наблюдаем, что у нас имеются такие очень мощные инструменты, которыми пользуются капиталисты, империалисты, экстрактивисты и так далее. И мы видим также, что войны зачастую форсируются непосредственно промышленностью военных, военной промышленности, то есть это военные промышленники, которые зарабатывают немалые деньги на своих капиталистических интересах, продавая свое оружие, которое очень дорогостоящее. Мы должны понимать, что войны зачастую являются интересом вот таких компаний, которые таким образом сбывают свой товар более масштабно. И вот на примере Конго тоже было очень интересно понять, как Альберт уже нам говорил, что в Кигу война имеет с собой задачу для того, чтобы люди дислоцировались из богатых территорий, на которых они живут, территорий богатых на бриллианты и так далее, различные ископаемые ресурсы, с тем, чтобы люди дислоцировались, чтобы эти территории остались свободными и чтобы начинались работы по добыче. Более того, у нас имеются различные, как вы знаете, ситуации для того, чтобы была возможность подрывать местных сельских производителей, вынуждая государство выходить на импорт. И поэтому, например, зачастую мы наблюдаем ситуацию, что после каких-то природных катастроф, которые просто уничтожают поля и так далее, государство не инвестирует в восстановление этих природных ресурсов, а инвестирует большее количество денег в импорт, ввоз государства товаров, как Лавиа Компессина, как организация, мы хотим сделать международный союз среди сельскохозяйственников, основанный на взаимопонимании. Это могут быть сельскохозяйственники, малые семейные бизнесы и так далее. Для чего? Для того, чтобы обеспечить тотальную солидарность. Мы хотим создать альтернативу и представить альтернативу, которая могла бы обеспечить реальный мир в нашем мире, мир, который бы основывался на агроэкологии, на феминизме, на наделении женщин правами, на наделении достаточного внимания мелким сельскохозяйственникам и так далее. Я считаю, что это очень важная альтернатива, и нам крайне важно расширять вот этот интернационализм. И я очень рада тому, что мы имели возможность встретиться сегодня и пообщаться с нашими коллегами из Конго, Палестины и Украины, потому что мы создали площадку и нам необходимо создавать все большее количество площадок для лучшего взаимопонимания с тем, чтобы все в этом мире понимали, что мелкие сельскохозяйственники, они подвергаются нападкам, у них забирают территории, у них забираются земли, их вынуждают переходить на другой способ производства. И мы хотим мира, и мы хотим честного мира, поэтому я очень скоро подойду к концу своей речи, но как Виа Кампесина мы также говорим о различных мирных процессах, это крайне важно. Мы являемся гарантом мирного соглашения в Колумбии. Почему? Потому что, как вы знаете, на протяжении десятилетий там наблюдается и наблюдалась гражданская война, и поэтому достижение вот этого мира оно предусматривает создание аграрной реформы. Поэтому мы сформулировали вот такой подход. И мы можем добиться устойчивого мира для того, чтобы обеспечить общественную справедливость в Колумбии. также мы проводим международные группы крестьян, мы едем в страну, в которой происходит война или какая-либо другая крестная ситуация, и мы пытаемся разобраться с этой ситуацией. Мы, например, сделали такую программу в Палестине, и я думаю, что дважды у нас были делегации крестьян из Лавиа Кампесина, которые ездили в Палестину для того, чтобы попытаться разобраться с ситуацией, и мы также пытаемся сделать то же самое в Гаите, потому что мы боимся, что в Гаите вскоре начнется международное военное вторжение, и наконец, я думаю, что очень важно сказать следующее, я думаю, сейчас мы находимся в сложной ситуации из-за кризиса, изменения климата, из-за того, что у нас еще больше войн сейчас, и в особенности в данный момент очень важны общественные движения, которые противодействуют милитаризации, потому что милитаризация всегда, всегда происходит против людей, и в особенности против крестьян, и в настоящий момент перед нами у нас большая работа по мобилизации против мобилизации, против логики империализма. Спасибо большое за внимание. Спасибо.